Всем привет! С вами Габзор.ком. Не так давно компания Коугар расширила модельную линейку игровых кресел и выпустила модель Outrider S. Это кресло мы эксплуатировали активно в течение трёх недель и сейчас готовы поделиться опытом этой эксплуатации. Средняя стоимость на момент публикации теста, а это 14 сентября, 29 тысяч рублей. Поставляется она в разобранном виде. Здесь все компоненты комплектующие дополнительно упакованы в пакеты и плёнку. Есть угловые ключи для проведения сборки, а сам процесс подробно описан в инструкции в виде иллюстрации. Начать сборку рекомендую с установки пяти колёсиков в посадочное отверстие на лучах металлической крестовины. В центре ставим газлифт 4 класса, после этого он закрывается декоративным пластиковым кожухом. Далее переворачиваем сидение и с помощью Г-образного ключа закрепляем механизм типа Top Gun. Ставим собранное сидение на газлифт, теперь можно приступать к фиксации спинки. Пластинки, соединяются они при помощи усиленных металлических пластин, а сами пластины закрываем декоративными накладками. Это, собственно, весь процесс сборки, его можно провести самостоятельно в течение 15-20 минут. Сложностей не возникло. У Голгар Аутрайдер С формиальный внешний вид, эффектно смотрится вышитая сетка на спинке и сидении. Визуально напоминает чешую дракона. К самому оформлению сочетаются оранжевый и чёрный, разные типы ткани и элементы плотно подогнуты друг к другу. Стежки аккуратны, нитки не торчат. Форма у спинки с прямым основанием. Здесь у нас есть загнутые боковые грани. Высота спинки 83 см. В верхней зоне два выреза с двухсторонним пластиковыми рамками. Они, помимо декоративной составляющей, используются ещё и для фиксации шейной подушки. Вышит логотип бренда. Такой способ исполнения исключает износ со временем. Это кресло комплектуется двумя подушками. Помимо отмеченной в начале, есть также для поясничного упора. Обе с мягким наполнителем и вышитой символикой. Сидение выполнено по схожей компоновке. Здесь отдельная центральная часть и два боковых упора. Между упорами и цельной частью есть углубление. Ширина между подлокотниками 50 см. Глубина посадки тоже 50 см. Для наполнения используется пена высокой плотности. Она быстро возвращает форму и сохраняет структуру в ходе длительной эксплуатации. Обтянута дышащая эко-кожа и поверхность приятно тактильна. Такой материал практичен и с него легко убирать накопившись загрязнения. Управление наклоном спинки осуществляется с помощью рычага на правой грани. Угол регулируется диапазоном от 90 до 180 градусов. Установлены 4D подлокотники. Можно смещать вперед и назад, изменять положение влево-вправо, смещать и изменять высоту подлокотников. Площадь широкая, располагается на них вполне удобно руке. Механизм топ-ган, здесь регулируется степень качания, набор элементов управления тут классический. Крестовина с 5-ю лучами выполнена из металла, на внутренней части есть реброусиление. Колесики диаметром 75 мм, перемещаться кресло по поверхности пола будет без повреждений и без постороннего шума. Cougar Outrider S рассчитан на поле слив весом до 120 кг. В нашем случае кресло в течение 3 недель эксплуатировал, точнее, редактор с ростом 182 см. Посадка в нем удобная. Есть боковые упоры. Две регулируемые подушки можно выставить под индивидуальные атомические особенности поясницы. Так снижается нагрузка при длительных сессиях за компьютером. Помимо этого, выставляется высота от пола, изменение угла наклона спинки, смена положения, посадка и смещение проходят без скрипов и постороннего шума. Спина в нем не запотевает. Хорошо смотрится в кадре, если вы рассматриваете кресло для проведения стриминговых трансляций. Cougar Outrider S это компьютерное игровое кресло с высоким качеством исполнения. Стальным каркасом, пеной высокой плотности, обшивкой из дышащей эко-кожи, 4D подлокотниками, металлическим основанием, колесиками с диаметром 75 мм. В нем комфортно работать, играть. В течение длительного времени подходит людям с высоким ростом. Из минусов отметим отсутствие регулировки шейной подушки. Она у нас всегда фиксирована и привязана как раз к тем вырезам, которые находятся в верхней части. Но людям где-то с ростом от 160 до 190 см, я думаю, что это проблем не доставит. Но в идеале, конечно же, как и с любимым креслом, если есть возможность примериться, присесть, оценить удобство, лучше это сделать перед покупкой. Был у нас на тестах Cougar Outrider S. Это новинка. Лайк, подписка, приветствуйте. Пока-пока.